В начале мая Акимобласти с рабочей поездкой посетил село Кенкияк Тимирского района. В ходе поездки Ролы Токжанов пообещал местным жителям решить проблемы с дорогами и социальными учреждениями, а также вернуться и проинспектировать ход работ. Своё слово Акимобласти сдержал и 19 мая вновь посетил Кенкияк. Это трасса областного значения Покровка Тимир-Кенкияк-Эмба. Тут ведутся работы по замене полотна. По поручению Акимобласти работы будут ускорены. Работы ведутся на участке в 111 километров. В последний раз полную реконструкцию здесь проводили в 2005 году. С тех пор ремонта она больше не видела. За это время на дороге появились трещины, ухабы и выбоины. С многочисленным просьбом жителей и жалобом жителей тут всё-таки начались ремонтные работы. 111 километров поделили на три участка. На них будут работать три разные подрядные организации. Средства выделены полностью. Инертные материалы заготовлены. С битом никаких проблем нет. Закуплено, уже в хранилищах наших находятся. Зимой прям поставили новый завод, асфальтобетонный завод. Его мощность 90 тонн в час. То есть 900 тонн за сутки мы можем прокрутить. Вопросов никаких нет. Подрядчики приступили к работе. Очень активно. Мы уже с апреля месяца. Километра у нас 27 километров общей протяженности. Сюда у нас предусмотрено 16 километров фрезы. Остальные шипово. Ну, пока фрезеруем, начали фрезеровать сначала. Остальное так. По температурной возможности будем укладывать асфальт. Но по погоде это видно будет. Температурный позволит. Мы будем шма сразу ложить. У нас предусмотрено 5 сантиметров убрать. Фрезеровка. Потом 5 сантиметров шма укладывать. Шма укладывается только при хорошей температуре. Работы на всех участках планируется завершить в сентябре. Важно отметить, что непосредственное участие в реализации проектов по благоустройству села будут принимать 5 крупнейших нефтяных компаний. С их помощью проведут ремонт в средней школе Кинкияка. Здание 2012 года постройки сейчас находится в плачевном состоянии. Тут появились трещины в перегородках. Кто делается? Ну, это... Это уже случилось. Светка завод. Вот это что-то имбор. Это собачки. Я, я. Они обещали в течение 2 дня, да? Тогда недельный срок на разработку смертной документации проекте смертной документации. Метро в сторону документа контролируют? Все, договорились. В школе получают знания 1300 учеников в две смены. К учебному заведению относятся и дети села Сазды, которые находятся в 3 километрах от Кинкияка. Всего 50 ребят. До школы они добираются пешком. В этой связи на прошлой встрече родители поднимали вопрос о необходимости школьного автобуса. Глава региона их просьбу услышал и сегодня вручил педагогам ключи от новенького современного автобуса. На прошлой встрече жители поднимали очень актуальные проблемы и обещал вернуться сюда с решением всех вопросов. Бросать слова на ветер нет времени. Необходимо быстрое и четкое решение. Ждать бюджетных средств тоже нет смысла. И благодаря компании Адаойл проблема с ремонтом школы в скором времени будет решена. Актуален для жителей и вопрос дорог. В этом году заасфальтируем дороги на 14 улицах. К слову о дорогах. Помимо асфальтового покрытия, перед подрядчиками стоит задача обустроить тротуары и уличное освещение. В принципе, это уличное освещение мы уже завершили. Промежуточные акты мы уже сдадим. В конце мая. Это 249 столбов уже смонтировали. По моему методу еще делается перенос надземных газопроводов, на подземный газопровод и канализация водопроводов и так далее. Строительная монтажная работа. Срок строительства у нас октябрь месяц. Но, скорее всего, по указаниям Акимов, где-то на сентябрь месяц, август-сентябрь месяц. Здесь нам заложена задача провести тротуарную дорогу по трем улицам. Это улица Балуаново, Парковая и улица 100 лет нефти Казахстана. На данный момент стадия начала. Сейчас разрабатывается с местным Акиматом. Будем согласовывать, какое покрытие будет использовано. Брусчатка или асфальт. Общая протяженность дорог в 3 километра. За всем процессом слезят специалисты. И в случае выявления нарушения при отборе материала и строительстве, они вправе остановить работу. Что ведутся, какие перевозки материала, сертификаты проверяем. И по земельной работе уплотнение, лаборатория, совместно с заказчиком проводим здесь постоянно еженедельную проверку. С нашей стороны пока ошибка нет. Все работы ведутся качественно. Как сами видите, все техники работают. Грейдеры, катки, все новые. По графику не отстают. По оплатам изимечные получают. В этот день ключи от служебной машины получили также сотрудники местной полицейской службы. В автопарке тут имеется 6 единиц транспорта. Однако все автомобили изношены и требуют знамены. И сегодня их парк пополнился новеньким, оснащенным всем необходимым транспортом. К слову, само здание полиции старое. Построено в 1982 году. В последний раз ремонт здесь проводился в 2011. В этой связи Ярал Этугжанов поручил в сжатые сроки провести капитальный ремонт здания, а также ведомственного общежития и создать для сотрудников условия для проживания. Мы готовы решить все вопросы, в первую очередь касающиеся укрепления материально-технической базы. Но в сельском округе должны быть приняты все необходимые меры по обеспечению правопорядка. В селе есть два заброшенных здания, в которых сельчане предложили организовать спортивные объекты. По итогам осмотра принято решение о сносе одного и капитального ремонта другого. Таким образом, в селе появится второй физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого будет открыта детская и юношеская спортивная школа для детей селкинкияка и Сарколь. Строительство начнется за счет внебюджетных средств. В 2021 году тут был открыт ФОК, однако этого недостаточно. Население тут большое. В самом селе Кингьяк 1300 детей и в Сарколе 1500. Мы просили, чтобы нам отремонтировали старое здание, но было принято лучшее решение. Теперь у нас появится новый ФОК. Спасибо большое Акимобласти и спонсорам. Проблема старых зданий, по всей видимости, очень актуальна для жителей Кингьяка. Кроме соцобъектов, не отличаются хорошим состоянием и жилые дома. Подвалы многоквартирных домов годами заполнены канализационными стоками, а крыши секут. И, наконец, решение этих проблем сдвинулось с мертвой точки. В каждой квартире этого дома живут по пять детей. Вода течет с крыши ежегодно, перекрываем сами. Каждый год ходили в сельский Акимат. Без толку, никакой помощи не было. Вы приехали и проблемы начали решаться. Мы радуемся, когда слышим, что вы к нам едете, потому что только тогда что-то делается. Уже есть результаты. В соседнем доме откачивают подвал. До этого ничего такого не делали. Свой подвал мы чистили своими силами. Теперь наша проблема – крыша. Иралы Тукжанов заверил жителей, что 22 мая за счет спонсоров начнутся работы по замене кровли и ремонту фасадов. Большая работа будет проведена и по благоустройству дворовых территорий. Планируется уложить асфальт и усыновить детские спортивные площадки в 11 дворах. Однако, по словам главы региона, работа предстоит еще большая. Необходимо озеленять село, благоустраивать парк. А самое главное – решить проблему с мусорным полигоном недалеко от села. Зинара Абдуалиева, Самат Каликенов, Руслан Ельтаев. Телеканал Актобе.